Бэби-бум в Ивановском зоопарке продолжается. Вслед за верблюдами, ланями и журавлями родителями стали и японские макаки. Правда, мать, пятилетняя самка-бонсайка, отказалась от своего новорожденного малыша. Так случается со многими приматами, что они отказываются укормить своих детенышей. Тем более, это первый детеныш у этой самки, и, скорее всего, это с этим связано. Она не знает, что с ним делать, не знает, как воспитывать. Она его бросила в вольере, не стала к нему подходить. Мы наблюдали где-то часа два, ребенок кричал, ребенок плакал, самка на него внимание обращала. И было принято решение его отобрать и искусственно его кормливать. Сейчас детенышу макаки уже неделя. Сотрудники зоопарка кормят его специальной молочной смесью, обогащенной витаминами, чтобы малыш рос здоровым и сильным, даже несмотря на то, что вскармливается искусственно. Едим мы сейчас уже через два часа. То есть каждые два часа мы встаем, и ночью у нас перерыв три часа. Мы спокойно спим. Ведет он себя так же, как и обычный ребенок. Он очень любит поспать. Сейчас со временем у него уже просыпается активность, и он исследует окружающий мир, и нас в том числе. Кличку малышу пока не придумали. Такова примета работников зоопарка. Имя детенышу макаки дадут только тогда, когда он немного подрастет и окрепнет. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Продолжение следует.